Здравствуйте! Я компьютер службы спасения домашнего задания. Включаю центр управления. Три, два, один. Что-то затянулся у нас этот эксперимент. По-моему, мы так никогда не закончим. Ну, вообще башни падают, когда какой-то элемент лежит неровно. Не обязательно. Если в середину положить меньшую по размеру книгу, то башня обязательно упадет. О, Вика, а дай, пожалуйста, свой дневник. Зачем? Для башни? Нет, обойдетесь. Но он все равно без дела лежит. Ну, можешь записать в него результат нашего эксперимента. Интересно, какие? Ну, например, сколько книг будут держать равновесие поверх твоего дневника. Или на какой по счету книги упадет наша башня. Больно надо. Меня такие эксперименты вообще не интересуют. Тем более, мне есть чем заняться. Завязывайте со своими книжками. Передача уже началась. Всем привет! Это служба спасения домашнего задания. И мы готовы помочь вам с упражнениями. Запомнить сложные правила. Запомнить сложные темы. А еще мы очень любим эксперименты. Ну, например, такие, как с книгами. Но очень жаль, что Вика не всегда принимает в них участие. Зато я готова помочь ребятам с русским языком. И у нас звонок! Алло, привет! Мы тебя слушаем. Здравствуйте! Меня зовут Дима Иванов. Я пропустил урок русского языка, где изучали слова и слоги. Я в этом ничего не понимаю. Видимо, Дима имеет в виду, как разделить слово на слоги. Да, вопрос тебе, главному специалисту по русскому языку. Главный специалист готов объяснить, что такое слово и что такое слог. Слог – это часть трещи. Сам по себе он ничего не обозначает. А вот слово обязательно должно что-то обозначать. Дружит гласная с согласной, составляя вместе слог. Да-да, слог образуется из гласной. Может даже состоять только из нее. Но чаще гласная стоит с согласными. Тремя или четырьмя. А слово может состоять из одного слога или нескольких слогов. Например, слог «як». Гласная «я» и согласная «ка». Этот слог может быть частью, например, слова «маяк». «Маяк». Вот он. Он предназначен для того, чтобы освещать кораблям путь ночью или в ненастную погоду. Слово «маяк» состоит из нескольких слогов. Один из них – слог «як». Здесь «як» ничего не обозначает, он является частью слова. А если нам скажут, что «як» – это слово, то будет выглядеть вот так. Слово «як», обозначающее животное, состоит из одного слога. Слов, которые состоят из одного слога, не так уж и много. Большинство слов состоят из нескольких слогов. А теперь расскажем, как разделить слово на слоги. Сколько в слове будет гласных, столько будет и слогов. Потому что дружит гласная-согласный, составляя вместе слог. Хотя и без согласной гласная является слогом. «Маяк» – две гласные, а значит здесь два слога. Слог «ма» и слог «як». Наверняка вам в школе задавали задание. Определить, сколько слогов будет в слове «кот» и в слове «мяу». В слове «кот» одна гласная и слог будет тоже один. А в слове «мяу» две гласные, значит и слогов будет два «мя-у». А я предлагаю потренироваться. Я показываю вам карточки, мы разделяем слово на слоги, потом отделяем один слог, чтобы получилось новое слово. Да, посмотрю. Ага. Ребята, помните, что слог – это либо гласная, либо гласная с согласной. Просто согласная слогом быть не может. А я помогу ребятам колокольчиком. Сколько раз я буду в него звонить, столько слогов будет в слове. Готовы? Считаем слоги по-гласным, потом убираем один слог, чтобы получилось новое слово. Поехали! «Баранка». Три гласных, три слога. А ещё из слова «баранка» можно убрать первый слог, и получится слово «ранка». На пальце маленькая ранка. А я убрал последний слог «ка», и у меня получился «баран». «Ранка», «баран». И там, и там две гласных, значит, два слога. А есть ещё слово «дорога». «Дорога». Можем убрать первый слог «до», и получится у нас «рога». «Рога». Две гласных, а значит и два слога. Итак, Диме нужно запомнить, что слово всегда что-то обозначает, а слог – это всего лишь часть слова. Слог образует либо одногласное, либо гласное с согласной. И сколько в слове будет гласных, столько будет и слогов. У нас звонок. Привет, мы тебя слушаем, рассказывай. Привет. А может ли также подобно показать оболочку Земли? Мы походим по окружающему миру, и надо как-то их запомнить. А как тебя зовут? Маша Киселёва. Оболочки Земли – это литосфера, гидросфера и атмосфера. Все они составляют одну оболочку – биосферу. Можно рассказывать о них как об отдельных оболочках, а можно как о частях биосферы. А я оболочки Земли запомнил благодаря этим животным – крот, рыба и птица. Крот, рыба, птица. А, они находятся в разных оболочках Земли. Точно. Крот живёт в Земле, он её копает. Рыба всю жизнь находится в воде, а птица большую часть своей жизни находится в воздухе. Действительно, благодаря этим животным понятны все три оболочки Земли. Четвёртая – биосфера. Это живая оболочка Земли. Все организмы, живущие на нашей планете. То есть крот, рыба и птица – это часть биосферы. А давайте теперь запомним название оболочек. Крот живёт в Земле. Земля – это литосфера. Она достаточно твёрдая. Сверху ещё ничего, а вот если копнуть… А твёрдая она, потому что состоит из твёрдых пород. Литосферы называют каменную оболочку Земли. Вик, помоги мне, пожалуйста. Угу. Лито в переводе означает каменный – камень. Камень. А сфера в переводе означает шар. Камень плюс шар равно литосфера. Камень плюс шар равно… А мне кажется, хорошо запоминается литосфера, потому что она летая. Крот у нас живёт в Земле, в литосфере. А рыба у нас живёт в воде, в гидросфере. Гидросфера – это вода на нашей планете. Океаны, моря, озёра, реки и даже подводные реки. Всё это составляет гидросферу. Гидра в переводе означает «вода». Вода. А сфера, мы уже знаем, что это шар. Вода плюс шар равно гидросфера. Гидровыдра. Я так запомнила это название. Ну, выдра же тоже живёт в воде. Гидровыдра, гидросфера. Смешно. Возьму на заметку. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. В ней обитает наша птица. Это слово запомнить проще всего, потому что каждый день в прогнозе погоды говорят «атмосферное давление». Атма в переводе означает «пар», а сфера в переводе означает «шар». Пар плюс шар равно атмосфера. 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 Атмосферное давление. Внимание! Подробнее о том, что такое атмосферное давление, а ещё как взаимодействуют между собой оболочки Земли, мы расскажем в наших следующих программах. А сейчас мы займёмся письмом Киры Карповой. У неё проблемы с математикой. Интересно, какие? Ей надо рассказать про точку, а она не знает, что. Как? Про эту, что ли? Да что тут рассказывать? Тем более в математике. Ну, мысли шире. Ну, например, какие действия с ней можно совершить? Или про то, какие фигуры с её помощью получаются. А я сразу и не догадался. Казалось бы, вот, оказывается, знак действия. Да что уж там, фигура. Точка может быть знаком, обозначающим действие. Например, когда мы умножаем одно число на другое, то между ними ставим точку. Точка – это знак умножения. Умножим 2 на 2 и поставим между двойками точку. И сразу понятно, что эти цифры нужно перемножить. А ещё с помощью точки обозначается знак деления. Только не с помощью точки, а с помощью точек. Разделим 2 на 2. И между двойками поставим 2 точки, чтобы было понятно, что мы хотим разделить. А ещё точка – это полноценная геометрическая фигура. С помощью неё можно строить разные фигуры. Например, луч. Луч без точки быть не может, потому что это прямая, ограниченная с одной стороны точкой. Вот мы взяли прямую и завязали на ней узелок. И получился луч. А ещё без точек не может быть отрезка, потому что отрезок – это часть прямой, ограниченной двумя точками. Вот он, отрезок. Это часть прямой между двумя узелками. А вот угол. Эта геометрическая фигура состоит из двух лучей, выходящих из одной точки. А если пойти дальше, то все многоугольники образуются с помощью точек. А я хочу добавить. И ещё точкой обозначают центр окружности. Итак, точка может быть знаком умножения, деления, фигурой самостоятельной и частью геометрической фигуры. Внимание! Предлагаю повторить пройденные. Сегодня нам рассказали о словах и слогах. Слог – это часть трищи. Сам по себе он ничего не обозначает. А вот слово обязательно должно что-то обозначать. Мы узнали, что такое биосфера и из чего состоят оболочки Земли. Грот, рыба и птица. Места обитания – это и есть оболочки Земли. Камень плюс шар равно литосфера, она летая. Вода плюс шар – гидросфера, гидровыдра. Пар плюс шар – атмосфера. В прогнозе погоды говорят каждый день атмосферное давление. И, наконец, нам объяснили, что такое точка. Точка может быть знаком умножения, деления, фигурой самостоятельной и частью геометрической фигуры. На этом мы закончим наше объяснение. Надеюсь, Кира теперь всё поняла. В одну прямую. И программа пора заканчивать. Вика, Денис, Влад и я, Илья, сегодня хорошо поработали. И если у вас вновь возникнут трудности с выполнением домашнего задания, звоните и пишите нам. Мы вам обязательно поможем. До встречи! Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!